Почему все начинается с Марса? Потому что Марс – это та планетарная сфера преобразования, где преобразуются наши животные, звериные качества в человеческие. Они всегда идут через борьбу. Мы боремся на Марсе сами с собой, с тем зверинным, предшествующим состоянием, которое в нас было, которое мы стремимся перевести в божественное, в гармоничное. Вот почему все начинается с Марса. Марс – очень важная сфера преобразования. Человек – сущность, но только изначально. А стремится он к тому, чтобы быть не сущностью, а существом. В этом большая разница. Животные и прочие растения, минералы пока еще имеют только сущностное сознание. И только человек имеет возможность обрести сознание как существо. То есть приблизившись к сути, к сущностному. На основании того опыта, который она проживала во всех своих предыдущих бесчисленных реинкарнаций. Потому что кроме реинкарнаций, которые происходят на Земле, у нее было еще очень много всяких реинкарнаций, которые проходили в других звездных системах. Потому что каждая звездная система – это как своеобразный звездный университет, где проходит определенную тему функциональности. Понимаете, тут только она может решить, чего еще не хватает для развития и где надо продолжить это развитие. Только душа. Поэтому спросите свою душу. Душа всегда остается. Ведь даже у демонов душа всегда на месте. Сердца могут окаменеть. А душа что такое? Это искра самого Бога. Как она может куда-то исчезнуть? Она может быть стиснута сознанием человека, что часто происходит. Но исчезнуть она никогда не исчезнет. Почему вот даже в этом тексте был совет? Поставить даже демона можно как бы в сияние своей души. И он преобразуется. Демон преобразуется. Они, кстати, уже устали от всей своей демонической сути. Они и с радостью преобразуются. Это же была, как надо сказать, как роль в театре, которой актер уже утомился ее выполнять. Для новых участников я надеюсь, что у вас есть или ясновидение, или воображение. Воображение – это, по сути, начало ясновидения. Значит, когда я буду давать эти тезисы, вы постараетесь видеть. То есть на своем внутреннем экране восприятия мира увидеть то, что я буду сообщать. Потому что там будут раскрываться определенные видеосюжеты. Ну, те люди, которые у нас давно занимаются, их здесь подавляющее большинство, для них это все понятно, потому что они, собственно, это каждое занятие делают. А для новых, то постарайтесь это увидеть и тоже озвучивайте. Потому что, как сказать, вот создается определенное поле у нас наше, как бы, поле сознания, которое объединяет всех участников вебинара. Если люди начинают регулярно участвовать в этих занятиях, то это дает раскачку их собственному сознанию к открытию ясновидения. Вот начинаете в этом участвовать, и постепенно идет, как бы, раскачка вашего сознания в сторону открытия тех нейронов мозга, которые до этого спали, в которых целая библиотека знаний. И чем больше этих нейронов включится в работу, тем больше и лучше будет ваше мировосприятие мира. Потому что мы сейчас, по сути дела, работали в последнее время, ну, как бы, на уровне тлеющего сознания. То есть это как лампочка, которая горит в полнакала. А наша задача перевести это с уровня альфа-ритма головного мозга, он работает на бета-ритм, то есть на более высокие частоты, которые, вы помните, что альфа-ритм – это 7,8 Гц, а бета-ритм, он идет уже намного дальше, а там еще есть более высокие, там и гамма-ритмы есть, которые, в общем-то, за пределами работы нашего головного мозга, но мы к их, как бы, освоению тоже приближаемся. Ну, так получилось, что вот сейчас идет такая информация. И я вам ее передаю, потому что моя задача именно в этом заключается передавать вам ту информацию, которую к нам приходит из дальнего и ближнего космоса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!